Всем привет! Все-таки зимняя погода и минус 11 за окном делает свое дело. Я вот решил дописать второе видео. Сделаю его покороче, поинформативнее. Как по мне, это самое важное и интересное. То есть первое видео это было вводное. То есть для тех, кто совсем с девайсами не дружит. Сейчас больше для пилотов, спортсменов, соревнований, открытых полетов. Я постараюсь рассказать о основных настройках. Которые нужны для аксессуаров, для полетов. В примере одного из дня, да, Кубка Карпат. Возьмем сейчас какой-нибудь трек и посмотрим, как это все было. Ну что, поехали. Заходим в режим симуляции. У нас есть предустановка уже сохраненных профилей настроек. То есть я которые заранее сделал. Загружаем их. Так. У нас подгрузилась карта, да, подгрузились наши странички. Видите? А их здесь тут несколько. Чтобы не тратить время, сразу покажу, что нужно сделать предварительно перед соревнованием. Первое. Это будет настроить вам странички ваши. То есть сделать страничку там, допустим, спирали. Страничку стартового окна. Страничку долета и перехода. Я это расскажу по ходу. То есть, но это сделать однозначно на земле перед стартом. То есть вы должны это все понимать, уметь настраивать. То есть у вас должно быть все готово. То есть приехали мы на старт, привезли нас там, раздали нам завтраки. И брифинг нам выдают задание наше. И задание у нас сегодня 61 километр. Из них 8 точек. То есть основных точек спец-секции у нас 5. Стартовый take-off у нас S01. Смотрим. Стартовое окно 6 километров. И здесь переписаны все точки. То есть записали себе, сделали пометочки. И теперь забиваем себе в прибор. Так, заходим в режим навигации. Заходим в задачи. Заходим в закладку поворотных точек. Нажимаем очистить все. То есть у меня здесь предустановки были. И начинаем добавлять себе точки, которые нужно. То есть выбираем C02. Ставим радиус первой точки у нас 6 километров. Очень люблю, когда большие разные радиусы. Очень интересно летать. Так, стартовый цилиндр. Проверяем тип его. Закрываем. Добавляем дальше точку. А какая у нас точка следующая? Точка на следующую тоже C02. Так, C02. Так, C02 у нас радиусом будет 1,5 километра. Вот здесь видите 1,4. Вот, но кликну два раза, появляется полный список. 1,5 километра выбираем. Закрываем. Вот, сразу скажу, в аксессуаре нет возможности делать настройки на вход стартового цилиндра. Поэтому, когда задание будет на вход, то когда вы будете стартовый цилиндр пролетать, вы это сами увидите. То есть, это прекрасно будет понятно. Вы вручную переключите. Это я дальше вам покажу, расскажу. Так, дальше начинаем забивать все остальные точки. А19, А20, А21. То есть, не забывая указать радиус их. В данном случае. Так, ну, чтобы это все ускорить, как я сделал. То есть, вы когда все эти точки забьете, поставите, допустим, мы сейчас можем показать, там, для разнообразия, как финишную точку делать. То есть, добавили, изменить тип. Так, заходите в настройки, выбираете, там, в зависимости у вас, или это финишная линия, или цилиндр, да, или сектор, в зависимости. Выставляете там нужный радиус вам, закрываете, и у вас появляется старт, поворотная точка, да, и финиш. Но, у нас точки другие, то есть, я чуть быстрее все сделаю. Заходим в закладку менеджер. У меня есть уже сохраненный. То есть, вы точно так же это задание можете сохранить и в дальнейшем просматривать, да, как бы, вот, анализировать, пользоваться в дальнейшем. Просмотр. Задание у нас было 06-08, да. Нажимаем загрузить. И у нас, видите, загрузились все точечки. Вот удобно. 5 поворотных точек, да, 53 километра по оптимизации. То есть, по прямой от точки до точки, там, 64, если не ошибаюсь, а через цилиндры, то получается 53 километра. Так, мы создали. Но, у нас есть еще стартовое время. Заходим это в правило. Ставим 13 часов 30 минут. Это открытие стартового окна. Не самого старта, да, на земле. Именно стартового окна. Стартовое take-off мы не забиваем, как в гарминах. Почему? Потому что программа и так понимает, куда нам лететь. То есть, это вполне логично, само собой. Так, вот теперь мы поставили время. Выбрали тип задания. В данном случае у нас гонка. То есть, может быть, там, открытая дистанция, там, да, на дальность. Это все можно настроить. И во время полетов можно смотреть, с каким ветром, куда лучше лететь. Она будет подсказывать. Но в гонке есть гонки. Все летят в разных условиях. Так, все сделали. Теперь нажимаем закрыть. Закрыть здесь стоит неправильный перевод. Я думаю, это подтвердить или начать лучше поставить. То есть, когда мы нажимаем кнопку закрыть на русском языке, она подтверждает задание. То есть, у нас, видите, отобразилось задание. То есть, можно отключить через закладку отображения ландшафт, чтобы было нагляднее посмотреть. Сейчас еще раз отобразить. Включить режим панорамы и просмотреть свое задание. Так, сейчас, секундочку. Можно отключить все точки. Это вы делаете перед стартом, чтобы вам было легче разобраться с вашим заданием. Так. Все, мы отключаем все точки. Так. Топологию, опять же, вы можете включить, не включить. То есть, как вам нужно, я ее отключаю, чтобы не мешало. Заходим в режим панорамы. Мне в ней нравится больше, удобно пользоваться. Единственное, видите, планер здесь отображает, что мы находимся в другом месте. Ну, потому что мы в симуляции. На самом деле, мы будем стартовать вот отсюда. Вот. Посмотрели по рельефу, там, да, по направлению ветра. То есть, какую стратегию лучше вам взять и как лететь лучше. Так, сейчас мы отобразим. Включим все-таки ландшафт, потому что при симуляции это будет намного интереснее. Так, посмотрели. Вот у нас хребет. Стартовать будем отсюда. Задание у нас загружено. Странички у нас есть. Ну, что. Самое главное, когда будете настраивать программу, не забудьте проверить, что у вас в настройках включен режим автоматической записи. То есть, во-первых, включен GPS-время. Это я повторяю с того видео, на всякий случай. Потому что будет очень обидно, что вы пролетели и у вас настройки не те, что нужно. То есть, у вас не сохранится трек. Так, ну что. В режиме симуляции я запускаю трек. А трек мы возьмем... Давайте возьмем... У нас Савельев есть. Давайте мы колу возьмем. Нажимаем старт. Это в режиме симуляции. В реальности, когда вы стартанете, у вас автоматически программа начнет запись. Появится сообщение. Взлет. А, вот видите, появился взлет. То есть, предупреждение. То есть, как только у вас там скорость и перепад высоты будет больше, по-моему, там 5 или 10 километров в час. И перепад высоты больше, чем 5 метров. Он автоматически начнет записывать. Так. Самое главное. То есть, вы когда все сделали, у вас должны быть предустановки. Я их сохраню. Рядом с видео, да, будет ссылка на настройки, на профиль программы, чтобы вы могли пользоваться. У нас первая страничка, это стартовое окно. Ее можно настроить через настройки, система, так, отображение. И здесь закладка странички. Вот у нас есть страничка старт, спираль, переход, долет. Здесь они продублированы. Вот на этой закладке здесь можно себе их настраивать в данном случае быстро. Точно так же можно настраивать, на самом деле, и в реальном времени. То есть, в режиме симуляции на земле. То есть, не обязательно даже в настройки заходить. Зажимаете, держите. И меняете там какую-то характеристику. Так, для стартового окна я лучше всего сделал для себя вот две панельки. С левой стороны это данные времени, что очень важно. То есть, это место локальное. Старт это у нас сколько времени до стартового окна осталось. В данном случае 14 минут, там, пару секунд. Сколько времени нам нужно ждать. То есть, в данный момент. Ну, то есть, просто заниматься набором высоты. И внизу поставил расстояние до точки. Сколько нужно лететь до края цилиндра. В данном случае 10 минут надо лететь. Ну, я думаю, на самом деле меньше. Сейчас посмотрим. 2 километра. 2 километра быстрее мы пролетим. Но программа, исходя из вашего глайда, рельефа просчитывает, что вы будете лететь 7 минут. Поэтому, у вас есть время, в данном случае, 5 минут. Поэтому, лучше их уделить для набора высоты. Вот, обратите внимание, Микола сейчас набирает поток. Красиво обкручивает. Тут же программа пометила то место, где он набирает маркером. Видите, таким кружочком закрученным. Закрученным, что это у нас поток. И он будет смещаться ветром. Программа пересчитала, что у нас есть ветер, кстати. Видите, обратите внимание. С севера получается у нас северо-восточная составляющая. Ну, в тот день, я помню, что телевые условия были. То есть, движения воздуха были незначительные. Но программа пересчитает. То есть, она сама себе там все думает. Здесь есть стрелочка слева, вернее, справа. Зеленым или красным отображает нашу скороподъемность. Ежесекундную. И по усреднителю. То есть, по ней сразу видно. Так, дальше. С правой стороны у нас есть данные. Это расстояние до края цилиндра. Если вот по ней просто нажать, у вас появится кнопочка подробно. У вас откроется такой вот небольшой конкулятор, который поможет вам понять, что происходит. То есть, эта точка освещается солнцем с 6 до 8. Высота у нее 1200. Если вы будете лететь максимально 470 метров. А если будете лететь, стараясь сохранить максимальный гладь в идеальных условиях, то прилетите 400 метров. То есть, также написано требуемый гладь, чтобы долететь до этой точки с этой высоты. Закрываем. Вот. А мы кола тут крутит. Видите, ветер. Тут же пересчитывается изменение ветра, потому что под облаками движение воздуха меняется. Поэтому, пускай вас это сильно не смущает. Но в большей степени это работает программа очень хорошо и очень корректно. Так, что дальше. Внизу вот значочек, который отображается, кружочек с планером. Это означает, что вы в режиме спирали. То есть, в режиме набора потока. Соответственно, у вас масштабируется экран, исходя из размеров вашей спирали. Вот. А также высоты. Еще. Если вы, допустим, вручную будете приближать или удалять карту, то программа запомнит, что в режиме спирали вам надо показывать, допустим, вот так вот, близко. Или наоборот, вот так вот, чтобы было информативнее и понятнее. И автоматически будет переключать в этот масштаб. Дальше что. У планера показывается такая вот с изгибом по радиусу линия, направляющая. То есть, она меняется, меняет свой радиус. То есть, она подсказывает вам, каким радиусом лучше лететь, чтобы максимально эффективно набирать. То есть, рекомендовав радиус, исходя из последних там трех-четырех спиралей. Вот. То есть, он делает рекомендации. Ну, видно, что Микола матерый еще тот лист. То есть, крутит очень хорошо. То есть, практически по рекомендации аксессуара. То есть, видите, точно закручивает. То есть, в идеальном наборе. То есть, он ядро нашел, минус. Ну, теперь закрутит глубже. Ага. Хорошо. Так. У нас до старта... Давайте я немножко ускорю, потому что Микола будет у нас тут долго крутить. Так. Давайте мы его немножко ускорим. Поставим тройную скорость. Так. По поводу того, что в аксессуаре нет автоматического переключения, если задание идет на вход в цилиндр. Поэтому, когда вы пересечете, то есть, вам здесь отобразится, что пора лететь к финишному цилиндру. А как это узнать? Очень просто. У вас время полета и время ожидания должно здесь совпасть. То есть, это сколько нужно лететь до старта. Да. То есть, 3 минуты 15 секунд в данном случае. И открытие стартового окна должно быть приблизительно того же времени. То есть, когда у вас это время совпадает, да, там остается в запас несколько секунд. Вы разворачиваете, начинаете лететь в сторону цилиндра. Тогда вы максимально первым можете оказаться... То есть, первыми возьмете стартовый цилиндр. А за это дается очки. То есть, начисляются. Дальше. Когда вы перелетите, вам нужно будет вручную переключить... Так, вручную нужно будет переключить через меню навигации. Просто нажать следующий пункт, что программа у вас не пыталась вывести из-за цилиндра. А вот. Ну, это вот, не знаю, бах, почему-то они не хотят решать пока. Кто-то говорил, что можно создавать в такой же цилиндр с закладкой войти. Но, сразу скажу, программа не понимает. Все равно придется вручную переключать. То есть, поэтому двойную работу, мне кажется, не стоит делать. Вот. Обратите внимание, масштаб менялся. Это из-за чего? То есть, планер пролетел какое-то расстояние, там 200-300 метров по прямой. И программа посчитала, что пилот полетел уже на переход. То есть, он не в наборе, на переход. Соответственно, изменился масштаб. Программа запоминает те масштабы, которые вы делаете. То есть, она думает, что вам так удобно. Но если вы захотите включить опять автоматический масштаб, это очень легко сделать. Делайте вот такой вот знак рукой по экрану. И у вас включается автоматическое масштабирование. Вот. Ну, я люблю приближать, удалять во время полета. Мне нравится играть с прибором. Ну, иногда бывает даже скучно, когда на долгих переходах делать нефиг, можно поковыряться. Так. Ну, это я шучу. Так. Что у нас дальше? Режим у нас стоит автомасштаба. Режим старта. То есть, у нас осталось 3 минуты. И тут показалось. То есть, ожидать время уже не стоит. Стоит лететь стартовому цилиндру. Обратите внимание. До стартового цилиндра нам лететь осталось 3 минуты. А стартовый цилиндр уже откроется через 2. То есть, программа показала, что ожидать здесь не нужно. То есть, нужно лететь. Но у Миколы. Хотя высота у него хорошая. Я бы на его месте, конечно, уже полетел. Но ему виднее. Хотя, хотя, я бы сказал бы. Сейчас вот мы. Средний показатель за 30 секунд. У него набор 0. Соответственно, лучше бы, конечно, полететь было к стартовому цилиндру. То есть, получить дополнительные очки за лидерство. Это было бы неплохо. Что я обратил внимание в тот таск. Вот Петер Вепарина. Правильно сказал, да? Или Стефан? Петер, да. Петер был, да? В тот день он не стал выкручивать именно прямо над тейкоффом. Он набрал немного высоты и сразу полетел. Вот видите, старт, опен. Все. Опен, опен. То есть, летим к старту. А Миколу еще надо лететь еще 2 минуты. И набор, кстати, у него небольшой. По показателю. Средней скороподъемности за 30 секунд. Петер полетел ближе. И вот обратите внимание, здесь солнечная сторона, свечена лучше. То есть, теневая видно. Он на краю цилиндра набрал высоту. Причем небольшую. То есть, у него там над рельефом буквально было там метров 800 может быть. Но, когда стартовый цилиндр открылся, он его пересек буквально там сразу же через 2-3 секунды. Соответственно, ему уже начисли лидерские очки. От этого отказываться не стоит. Этим нужно пользоваться. Ну, вот у нас сейчас Микола летит. Брать стартовое окно. Мы в режиме стартового окна. Сейчас вот нужно будет сделать переключение. То есть, на следующей точке. И в дальнейшем программа будет уже сама автоматически все переключать. Это вот единственная загвоздочка, которую нужно знать. Нюансик, да. Микола вот Глайд тут выбирает. Видно, ему что-то вот показалось. Надо немножко взять левее. Хотя, обратите внимание. Видите, стрелочка. То есть, направляющая основная идет к цилиндру. Да. А стрелочка оптимизации показывает, что надо немножко правее. То есть, она пытается максимально быстро довести до края цилиндра. Вот он залетел. Но программа говорит, типа, надо лететь к краю цилиндра. Вот. Поэтому мы нажимаем навигация. И нажимаем следующий пункт. Все. Она переключилась. И теперь нас теперь уже ведет нормально к нашему цилиндру. К точке С02, если я не ошибаюсь. Сейчас мы проверим. Нажимаем отобразить. Вот. С02, да. И высота 1260. Вот. Кстати, рядышком с ней отображается прямо над самой точкой. Если вы к ней полетите, с какой вы высотой прилетите на эту точку. То есть, показывает, что прилетите к ней с высотой 280 метров. А высота у нас 2700. Ну, да. Вполне, вполне. Реально, вполне. Очень похоже. Еще нюансик. Обратите внимание. Видите, у нас ветер. То есть, кстати, вот пора бы уже сейчас переключиться, леснуть в страничку и перейти на режим перехода. Приблизим масштаб, как нам нравится. Обратите внимание. Микола сейчас летит с небольшим попутным ветром. Да. У него 6 километров в час. Вот в тот день, в принципе, я сомневался. Но потом я увидел, все-таки Микола все правильно сделал. Как бы, ну, я сомневался, что я правильно сделал. Потому что, посмотрел, Микола сделал то же самое. Потом я был очень доволен в этом плане. Обратите внимание. Вот видите, хребет белый, да, такой крест. Его еще называют. И вот здесь максимально короткий участок расстояния от этого хребта до точки. И с учетом этого ветра, если лететь сразу от точки С02 к точке А21, то будем лететь с попутно боковым ветром небольшим. Соответственно, гладь нас ухудшим будет и расстояние здесь больше. Обратите внимание. Что мы сделали с Миколой? То есть мы от этой точки пролетели до большого креста, да, по краю долетели досюда. И отсюда уже у нас получается попутно боковой ветер. То есть не попутно встречный, а попутно боковой. Соответственно, гладь был лучше и легче было долететь. То есть прилететь большой переход. То есть расстояние здесь там порядка было, по-моему, 15 километров. Так, ну, давайте немножко, пока Микола здесь у нас крутит, давайте я немножко ускорю его. Настройки, настройки, повтор. Давайте мы скорости сделаем побыстрее. Пускай у нас летит. StreamGlove, да. Программа сама себе автоматически маркирует ваши все потоки, ставит маркеры такие вот кружочками, запоминает. Вот, вот, Микола полетел брать. Так, давайте расскажу за панельку, которую я настроил, страничку, называется, которая переход. Вы можете, понятно, себе настроить сами то, что вам нужно. Это очень легко. Зажимаете, выбираете из списка те данные, которые вам нужны. А их здесь очень много. Вот, ну, я выбрал, как по мне, только самое необходимое. Возможно, кто-то порекомендует что-то еще. Было бы неплохо. То есть, вот, вы видели звуковой сигнал. То есть, вы взяли точку. И программа теперь рекомендует лететь дальше. Обратите внимание, стрелочкой оптимизации, видите, крупная, большая, она немножко ведет правее от основного маршрута. Она учитывает силу ветра бокового. Поэтому рекомендует лететь немножко по такой, как бы, параболе, да. То есть, по изгибу. Не напрямую, а немножко под изгибом. Поэтому, в принципе, наверное, и правильно мы с Миколой сделали, что пролетели по хребту, где гарантированные были потоки на край. Максимально выбрали короткий путь для перехода, да, от хребта к хребту. И оттуда полетели. Ну, ладно, не будем отвлекать. Поехали к нашей страничке. Наверху, верхнюю панельку я поставил горизонтальная скорость относительно Земли. Дальше стоит закладка, называется Speed to Fly, или еще называют полет дельфином. Это рекомендованная скорость полета, исходя из поляры вашего параплана, да, или планера, на котором вы будете лететь. То есть, программа пересчитывает встречный боковой ветер и, соответственно, рекомендует, на какой скорости лучше лететь. Понятно, что цифры меняются, но надо просто смотреть, как бы, средний показатель, да, там, 51-56, там, да, значит, надо лететь где-то порядка 51 км в час. То есть, в данный момент Микола летит 46, то есть, надо немножко выжать акселератор. Соответственно, присутствовала боковая составляющая. Вот, ну, опять же, это все дело зависит от места, условий, то есть, но я проверил. То есть, когда летишь по рекомендованной скорости, глайд, долет становится лучше. Это, это факт, да. Чуть ниже я поставил текущий глайд. Если у вас по усреднителю на 15 секунд, но он меняется часто, каждую секунду. Поэтому, если показатель с минусом, это означает, что вы в потоке. Ну, это тут видно, да, то есть, у нас цифровой вариометр показывает плюс 2, плюс 3, то есть, Микола в наборе. Соответственно, глайд показывает вам с минусом. То есть, вы имеете глайд вертикальный вверх, там, да, то есть, набираете высоту. Чуть ниже я поставил местное время. Это полезно знать, почему? Потому что у нас ограничены солнечным днем и, зная, то есть, максимально в какое время суток термическая активность, да, когда солнце в зените, мы должны знать, когда оно закончится, чтобы постоянно учитывать этот нюанс, да. Плюс у нас есть подсказки по рельефу. То есть, мы можем посмотреть, исходя из теней рельефа, как лучше лететь, то есть, понятно. Справа я поставил это расстояние до следующей точки, сверху, видите, отображается название ее и расстояние в километрах, да, через запятую. Также внизу небольшая подсказочка, есть, то есть, направление, то есть, курс, как удерживать, да, то есть, показывает. То есть, надо левее, там, 50 градусов взять, чтобы лететь правильно на точку. Ну, Микола, видите, видит, у нас справа боковой ветер. Соответственно, лучше лететь чуть-чуть правее с боковичком, тогда к точке лететь с попутным ветром или сносясь с потоком будет правильнее. Вот, это очень, тоже очень важно. Когда вы нажимаете на точку долета, появляется закладка следующая дистанция, обратите внимание, да, подробности. Если вы нажимаете, открывается небольшой кулькулятор, на котором показывает высоту самой точки, солнечная активность, высота, с которой вы прилетите с данного момента, когда вы нажали. И требуемый гладь до долета к этой точке. Но, мы не летим на финиш, поэтому нам надо высота и максимально дальше лететь. Поэтому, пока нас в меньшей степени интересует именно долет. Но, вы можете всегда это посмотреть быстро. Дальше. Второе значение, это дистанция до финиша. То есть, нам осталось 47 километров долететь до финиша через все ППМ. Так, дальше. Это показатель высоты. То есть, с каким запасом вы прилетите на точку, если полетите сейчас на эту саму точку. Единственное, что сразу скажу. Когда вы в потоке, когда вы в наборе, учтите об этом. Почему? Потому что программа будет говорить, что вы долетаете. Но, реальные цифры вам покажут только на переходе. То есть, поэтому не забывайте об этом. Вы можете леснуть на режим закладки, допустим, спирали. И посмотреть перепад высоты. Допустим, у вас там полтора километра высоты. А глайд у вас на данный момент составляет всего лишь пять. Вот умножаете. То есть, где-то 7 километров вы можете пролететь. То есть, да, до точки вы долетаете, но теряете какую-то высоту. То есть, лучше на всякий случай понимать, что глайд и долет смотреть нужно на переходе, а не в потоке. То есть, это так напоминаю. Что у нас по карте? Давайте мы Маколу еще ускорим, чтобы это было быстрее. Макола, давай. Ты будешь у нас как планер гонять сейчас. По карте. Обратите внимание, вот здесь есть пунктиром. Нарисованный такой именно меняющийся постоянно периметр. Обрисованный разноцветный. Это предполагаемая точка долета. Она учитывает рельеф, куда вы можете долететь. Исходя из термичности, да, то есть потоков сегодня, соответственно, и минусов. И исходя из рельефа. Обратите внимание, то есть, здесь рельефы, то есть, вы перелететь не можете. Где рельеф меньше, то есть, пролетайте дальше. Учитывают попутный ветер. Если попутный ветер с вами, соответственно, дальность вытягивается больше по ходу вашего полета. Да, вот она сделала автомасштаб. И Никола полетел дальше. Вот тут же переключилось у нас следующее расстояние 17 километров. Показывает высоту, к которой мы прилетим, и показывает абсолютную высоту. Есть вверху вот шкала, видите, голубая со стрелочкой. То есть, это показывает, как на вариометре фломастера ваш график скороподъемности. То есть, иногда бывают очень слабые условия. Ты как бы то в плюсах, то в минусах не можешь понять. Набираешь ты или, наоборот, сливаешь высоту. Вот с этим графиком очень понятно. Также очень хорошо, если вы в потоке, в каких-то условиях. То есть, можете леснуть, переключить на режим спирали. Выбрать режим масштаба, который вам нравится. И просмотреть статистику. То есть, средний показатель сегодня набора в потоках, это плюс полтора, плюс два. Понятно, что есть забросы, но средняя скороподъемность, это плюс один и два. Средний набор за последний поток был 0,4. Скорость снижения или набора за последние 30 секунд, это в режиме спирали, тут же отображается. Также стоит продублированная скорость. Я вот некоторые поля продублировал. Для чего? Чтобы глаза привыкали к одному тому же месту, когда вы листаете между страничками. То есть, даже если у вас меняется масштаб экрана или еще что-то. Вы привыкали, что расстояние высота справа, а скороподъемность и скорость слева. Это очень удобно. Я считаю, наверное, это один из больших плюсов в аксессуаре, что можно настраивать под себя то, как вы захотите. Опять же, напомню, что все эти поля можно менять. То есть, они могут все ставить столбик, то есть, рядышком, по периметру. То есть, добавить какую-нибудь шкалу вариометра. То есть, это вы поиграете сами с настройками, то, как вам нравится. То есть, я летаю вот так вот. Очень удобно, наглядно. Единственное, что я скажу. Если вы летаете с телефонами, смартфонами и в перчатках, то или купите наклеечку специально для емкостных экранов. Или, допустим, если вы в тонких перчатках летаете. Я что делаю? Я мочу палец или мизинец слюной, как бы это ни звучало. И, получается, теплопроводность становится выше и управление экраном получается лучше. Если вы пользуетесь обычным навигатором с экраном, который реагирует на прикосновение, то есть, именно на давление, то там будет проще. То есть, в перчатках не имеет значения. Сделать масштаб автоматически, включить-выключить. Это вот такой жест. Перелистнуть с экранами влево-вправо. То есть, это листать странички. Что еще? Все поля можно менять, то, как вы захотите. Но, желательно, это сделать на земле и заранее. Дальше. То есть, вот сейчас Макола у нас... Давайте я масштаб сделаю. Макола у нас подлетает почти предпоследней точке. Сейчас он на переходе. Что нам интересно? Это расстояние. То есть, наш интересует Glide. Время. Если переключиться на режим долета, хотя программа сама автоматически будет переключаться на режим долета. Обратите внимание, она сейчас переключилась. Начала показывать слева стрелочку вниз. Показывает, что если полететь сейчас через ППМ, через поворотные пункты на финиш, то вы прилетите минус 600 метров как минимум на финиш. То есть, программа уже понимает, что уже большая часть маршрута пролетели. И, соответственно, уже надо планировать гонку, грубо говоря, выстраивать свои глайды и т.д. и т.п. То есть, не долета, а уже именно целиться финиш. Максимально быстро, максимально качественно это все сделать. И давайте переключимся на долет. У нас продублирована скорость. Опять же, рекомендованная скорость Макола сейчас летит у нас 47-45 км в час. Я немножко ускорился. Но программа рекомендует максимально выжать акселератор. То есть, это будет оптимально, исходя из сегодняшней солнечной активности, из потоков. Но, опять же, мы летаем по реальности, а не по прибору, по компьютеру. То есть, мы смотрим по факту, какие облака, улицы. То есть, в тот день, по-моему, стриты стояли очень хорошие. Здесь дублируется у нас текущий глайд. В режиме долета у нас есть закладка финишный глайд. То есть, это рекомендованный глайд, при котором вы, предположительно, долетаете до финиша. Соответственно, если у вас ваш глайд получится сделать 14, единственное, опять повторюсь, не в потоке, не в плюсах. То есть, зная о том, что ваше крыло снижения 1,2, а вы летите 0,7. То есть, вы летите в потоке, это будет нереальный глайд. Вы должны понимать, соответственно, что вы выпадете в минус и можете не долететь. Программа показывает, что присутствует встречный ветер. И программа автоматически рекомендует выжать аксель. Обратите внимание, чтобы максимально увеличить глайд. Понятно, что против ветра надо лететь на акселе. То есть, не имеет смысла поджиматься. Вот, Микола нашел поток здесь какой-то, подкрутил его и дальше. Так, вот, предупреждение вышло выше финального глайда. Соответственно, прибор уже намекает, что, типа, думайте о том, как вы теперь лететь будете. Так, троечку поставим. Так, ну, Микола пускай летит уже нормальным ходом. Все-таки встречный ветер присутствует небольшой, да. То есть, обратите внимание, скорость у Миколы, то есть, 39-40 км в час. У нас максимальная скорость 63-65 км в час, но программа, исходя из этого встречного ветра и сегодняшнего Макриди, да, то есть, термичной активности рекомендует лететь вот в данный момент уже побыстрее. 62 км в час, 65 км в час. Так, с долетом. Пока что наш глайд против ветра небольшой, видите, 5, 5, 7, 6, а нужно для финиша как минимум 10. Также у нас есть данные, показывающие расстояние до финиша 12 км. Также стоит данный, это высота, разница высот, с которой мы прилетим. То есть, показывает, что вот еле-еле долетаем до финиша при таком гладе, при такой погоде. Но там, где хорошие плюсы, бывают хорошие минусы. Что у нас дальше? Давайте быстренько пройдем по закладочкам. В закладке инфо у нас есть кнопка метар, это можно загрузить погоду, зная код ближайшего аэропорта. Если у вас есть подключение к интернету, вы можете загрузить погоду. Дальше, если вы возьмете кнопку, что тут, вы увидите ближайшие точки, увидите вашу позицию, увидите ближайший термик до вас. Высота, требуемая до финиша, да, вот здесь рекомендация у нас идет. И высота по факту, которая у нас есть. Также, если мы кликаем на показатели высот, у нас всплывают информационные подсказки. Очень удобно. Показывают нашу высоту над рельефом, показывают высоту рельефа, показывают высоту по барометру, если на вашем приборе установлен бородачик. И высоту по GPS. Я пользуюсь только высотой GPS. Почему? Потому что бородачик, постоянно изменяется высота давления, и трек будет потом меняться по высоте. Это может когда-нибудь чревато сказаться. Так, ну что у нас тут дальше? По информационным панелям. Так. Если зайдем в закладку анализа, здесь куча графиков всяких там, показатели скороподъемности, тенденции набора, эффективности, скорости. То есть это, ну, может быть полезно для вас, если вы в этом захотите разобраться. Также скорости ветра по высотам, направления, это все можно посмотреть по статистике, как вы летели. То есть программа пересчитывает. И также можно загрузить там, да, по интернету, да, или программа сама записывает, исходя из того, как вы летели. То есть пересчитывает ваш встречный ветер, да, или попутно. Ну, сейчас вот Микола летит, видите, со встречной составляющей, небольшой. Вот. Но оптимизация рекомендует нам лететь быстрее. Вот. Так. Поехали дальше. Инфо панель. Вторая закладка. У нас есть данные по погоде. Мы можем выбирать значение, которое бы хотели посмотреть. Опять же, при подключении к интернету. Дальше. В режиме статус мы можем посмотреть данные по полету, по системе, что подключено, что не подключено. То есть это вся информация, которая у нас есть. Задания, там точки и так далее и так далее. Вот. То есть, ну, опять же, не знаю, в воздухе вам это навряд ли надо будет. Ну, на земле полезно будет. Так. Ну, вот у нас Микола сейчас должен взять цилиндр. Видите. Рекомендация. Бум. Взял. Сейчас программа предупредит. Ага. Так она и есть. Но, обратите внимание, он попал в устойчивые минуса, минус 3, минус 4. Смотрите, вообще как просто. И у него очень затупился гладь троечка и показывает, что не долетает он до финиша. Хотя до финиша осталось каких-то 8 километров. А, так у него высота тут небольшая. Соответственно, точно не долетает. Ему надо срочно подбирать высоту. Так. Ну, пускай набирает высоту. Мешать ему не будем. Давайте его немножко ускорим. Так. Какие у нас тут еще информационные панели есть. Так. Анализ мы разобрали. Можно включить Thermal Assistance. То есть, если вы включите, ну, как бы появляется такой кружочек. Я им не понимаю, как пользоваться. То есть, у меня реально проще посмотреть по треку визуально. Понятно, где поток, куда сносит. Все-все понятнее. Так. Информация. Сейчас. Так. Воздушное пространство. Данные программе. Ну, это вам не будет интересно в воздухе. Так. Настройки. Мы можем добавить вручную Макриди. Добавить плюс или минус. Вот. Лучше, конечно, летать в авторежиме. То есть, работает нормально. Я думаю, все-таки это надо включать. Хотя, многие говорят, что для парапланов Макриди не надо. Надо. Пускай будет. Чем сильнее потоки, чем более большие переходы. Программа учитывает этот коэффициент Макриди. То есть, расстояние между потоками, скороподъемность. Соответственно, больше минуса. И она просчитывает. Это все. Так. По отображению. Вы можете здесь переключать себе масштабы. Переключать странички вручную. Но это можно также листать. Точно так же нажимать эту кнопку. Это не проблема. Так. В режиме отображения. Вы можете включить, выключить отображение названия точек. Вот. Включить, выключить ландшафт. Так. Включить полный след. Короткий. Вот. Рекомендую короткий ставить. Это нормально. То есть, хватает там 3-4 потока отображать. А больше не надо. Вот. Трек в любом случае записывается. Кстати. Вот. Обратите внимание. Здесь. Появился крестик. Который показывает. Что с этой высотой. С таким глайдом. Не долетая до финиша. То есть, препятствия на дороге. То есть, да. Препятствия по маршруту. То есть, рельефа не позволяет долететь. Вот. Никола нашел хороший поток такой. Добротный. Называется. Как назло. Перед финишем сейчас будет переть. Хотя, конечно, попал. Минуса такие. Будь здоров. Не очень хороший. Обратите внимание. Как поток изменился. И скривился. То есть, по низу стелился по рельефу. Да. Вот здесь солнечная сторона. Видно, да? Вот. Потом, когда вышло на высоту. Фоновый ветер начал немножко его сдавливать в эту сторону. Никола сейчас набрал высоту. И, скорее всего, ломанется. Почему? Потому что уже над рельефом у него 900 метров. До финиша у него 5 километров. То есть, у него сейчас 1000 метров. А глайд его проплана как минимум 10. Плюс попутный ветер. То есть, на его месте я уже полетел. Вот он, в принципе, так и сделал. То есть, я думаю, наверное, он, наверное, это раньше заметил, чем идут на примере. Так. Ну, вот он летит. Прибор показывает, что почти долетает. Но это высота с учетом безопасности. С запасом 150 метров. Почему? Это специально делается, чтобы вы прилетели на финиш. И запасом 150 метров спокойненько себе там выбрали посадку. То есть, прицелились, выбрали посадочный глайд. Особенно это критично для планиров. У них это не параплан, где на маленький пятачок сесть. Смотрите, какие жестокие минуса попал. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ага. Это, наверное, впереди поток. Так и есть. Врубился в мощный поток. И я думаю, проблем с глайдом уже не будет точно. Все. Микола даже, видите, не стал ничего крутить. Обратите внимание, как хорошо видно. Солнечная сторона сейчас была, да, вот склон. А фоновый ветер у нас, получается, больше как севера присутствует. И он поток прям, ну, положил нам на рельеф. Сейчас у Миколы высота 300 где-то метров. Сейчас он долетает. Включаем долет. То есть, так просмотреть. То есть, плюсики показывают, что у вас глайда выше крыши. Вы долетаете 100%. Смотрим, когда он пересечет, нам появится информация, данные, время и все остальное. Задание окончено. То есть, поздравляем Миколу. То есть, он долетел. Все. Отлично. Я думаю, достаточно. Сейчас постараюсь смонтировать. Всем спасибо. Надеюсь, что это видео для кого-то будет полезным. Надеюсь, возникнут вопросы. Надеюсь, может быть, даже для кого-то не понравится. Не понравится, это значит, что-то не так. Или что-то другое можно узнать об этой программе. Соответственно, можно подискутировать, пообсуждать. Так что, подписывайтесь, ставьте лайк. Буду рад помочь. Обращайтесь. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok